Городское управление дорожного хозяйства к сюрпризам северной погоды готово. Современная техника уже работает на дорогах. Заготовлена смесь песка и соли. Снегоплавильные машины превращают собранную с дорог снежную кашу в воду. Одна проблема – рабочих рук не хватает. В рамках депутатского объезда члены горсовета посетили учреждения. Обильные осадки и перепады температуры, которые в последние дни создали так много трудностей северянам, не стали проблемой для мурманских дорожников. Круглосуточно на магистралях города работает спецтехника, которая собирает и вывозит снег, а затем посыпает дороги песчано-соляной смесью. Бороться с ледяной коркой на трассах будут два новых грейдера. Прошлая зима показала острую необходимость в таких машинах. И в этом году они были закуплены. Стоимость каждого – 8 миллионов рублей. Это два тяжелых грейдера. У нас в учреждении есть 12 грейдеров, они среднего класса. Это два тяжелых грейдера, которые способны очень хорошо снимать мелкую корку льда с проезжей части. В прошлом году у нас были аварии на сетях водоканала. Мы это помним. У нас была старость на Карла Маркса, Маклакова, Мира Залито. Соответственно, маленькую корку наши грейдеры не брали. Теперь с помощью этой техники у нас проблем не возникнет. Депутаты Мурманского совета депутатов на предприятии частые гости. Задача этого визита – посмотреть, как работает недавно введенная в эксплуатацию техника. Вовремя ли обслуживается и есть ли у дорожников трудности. Управление дорожного хозяйства для Мурманска – стратегическое предприятие. Потому что все-таки дороги у нас должны быть и почищены вовремя, и посыпаны. И мурманчане на это всегда обращают внимание, и депутаты тоже. Поэтому в этом году были выделены средства на приобретение новой техники. Вот там два грейдера вы видели. Мы посмотрели их. И вообще депутаты должны быть в курсе, как эти деньги потрачены, как предприятия всего ли хватает, какие есть проблемы, чтобы вовремя помочь. Техники, запчастей и расходных материалов управлению хватает. Но трудности все-таки есть. Это дефицит сотрудников. Об этой проблеме говорили давно. Только решить ее в полной мере пока не удалось. Поэтому ряд объектов в городе передадут на обслуживание частным компаниям. У нас сейчас проходит эксперимент в Мурманске будет, когда часть территорий будет, потому что у Духа тоже людей. Вот мы сейчас поговорили с директором, немножко нехватка. И несколько территорий города будут отданы на аутосерсинг. То есть другим компаниям будут обслуживать. Они не у Духа, а частные компании будут обслуживать. И мы это решение принимали. Посмотрим на этот эксперимент, к чему он приведет. Недовольны этой осенью депутаты работы управляющих компаний, которые не в пример у Духа за территориями следят плохо. Тротуары не чистят. Да и проезжая часть дворов не в порядке. Автомобили застревают в снежной каше, на что горожане часто сетуют народным избранникам. Редактор субтитров А.Семкин